Всех приветствую на моем канале. Сегодня обзор дегустации пива из Сочи. Многомыз Крафт Бревер из Сочи Крафт Бир. С этим пивом я также раньше не знаком и нашел его также как и Ермолаев на выставке Прот Экспо. Я вот выбрал несколько сортов, там их было много, но я выбрал только несколько сортов, но для меня, мне кажется, наиболее будет понятный. Я с ними как-то больше знаком. Эти сорта наиболее интересны мне. Это Марцен, мартовское пиво, Вайдзенбок, крепкий нефильтрованный пшеничный вайсбир и Майришстаут. Интересные также и картинки. Начнем дегустацию. Начнем с Марцена. Немножко оставим. Хорошая, приятная кремовая пенка. Цвет у нас такой темно-темно-интарный. С каждым из этих сортов я знаком. Марзен сомнительно, то есть не совсем понятно, нравится он мне или нет. Ароматика насыщенная, приятная, мягкая, с легкими оттенками копчености, как и указано на этикетке. Хотя на выставке было и копченое пиво, и оно мне очень понравилось. Ароматы копченые, жареные, сжженый темный соус. Вот такой какой-то примерно аромат. На них какие-то еще какие-то сухофрукты вот такие, еле-еле уловимые. Алкоголь 5,2, плотность 13, горечи 22. Довольно плотное пиво чувствуется, в вкусе хорошая, приятная горчинка. Хмелевая, легкая, какая-то вот копчено-горелая тына. Больше особо выделить я не могу ничего. Ничего особенно, просто жареный солод, как будто бы оно просто темное пиво. Следующий будет вайдзенбок, хотя он и крепкий. Крепче, чем ставят, но пусть будет так. Вайдзенбок. Крепкое, нефильтрованное пиво. Так, а тут написано, что оно темное, не пастеризованное, нефильтрованное, не светленное. Дорогомыс, Крафт Брэвери, Сочи, Крафт Бир. В общем, берет свое начало с 2014 года, а ингредиенты все берут из Германии. Итак, вайдзенбок рассчитываю, что будет интересно. Алкоголь 6,5, плотность 16 и горит 14. Смотрим, вайсбир им не нравится, особенно какие-нибудь добротные вайдзенбоки, тем более, то есть это прям большая концентрация вайсбира в вайсбире. Вот что для меня вайдзенбок. Оттенка довольно слабая, немножко липнет к бокалу, но мелкозернистая. Ароматика приятная. Мягкая, естественно, с оттенками, как и должно быть вайдзене. Это вот эти вот содовые тона, банан, гвоздичка такие, сырые, мокрая солома и какие-то фруктовые оттенки, легкая какая-то жженность, но я не знаю. Так это получается дункель вайсбирбок. Вот поэтому и такие вот жженые, копченые тона слегка, но также присутствуют в оттенке. Пробуем. Это вкуснее. Легкий хмель, фруктовые оттенки, небольшая сладость. И вот не очень, мне нравится. Некоторые вайсбиры обычные, просто пшеничные вкуснее, чем вайсбирбок от сочинской пивоварни. Вкусно, интересно, но как-то пока для меня как-то слабовато. Итак, арестал. Заканчиваем свое путешествие на поезде. Третьего бокалчика почему-то одинаково у меня не нашлось, и поэтому ставлю будет вот в таком бокале. Так, у всех экземпляров, в принципе, одинаковое. Ячмень, там вайсбире пшеничный, ну а в стауте, естественно, жженый ячмень. Сложно судить. Бокал другой, и поэтому, возможно, другой эффект у пива. Но пенка довольно-таки, пенка густая, плотная, мощная, темно-кофейная. Это очень интересно пью, просто очень черная практически. Алкоголь ПТ-2 плотность 12, горечь 23. Такое ощущение, что Марцин своей копченостью все испортил. Я везде чувствую привкус, легкий оттенок дыма в каждом теперь. Женый такой оттенок должен быть, но как будто пахнет просто дымом. То есть шоколад, легкий оттенок дыма, кофе. Пробуем. Умеренная горечь, легкая жженность, кофе и все. Если бы оно было в банке с азотной капсулой, может, было бы как-то получше, но с СО2 ничего особо вкусного выделить не могу. Легкая, не совсем легкая, довольно средней плотности, горечь, жженность, горький шоколад и все. Никаких каких-то приятных карамельно-фруктовых оттенков так не нахожу. Вот, может, так не должно быть. Может быть, стаут и не должен быть таким. Знаю я стауты, которые могут себе позволить быть ярче. Стаут мне просто не понравился. Да, марзин более-менее нормальный. Ну, больше всех впечатлил в один бок, но, опять же, далеко до идеала, далеко до каких-то даже средних немецких. А гастрономическое сопровождение к этому пилу у меня сегодня будет еда из Макдональдса. Возможно, сегодня был последний день его работы и я, как и многие, немножечко закупился. И уличный тест, что если вам пришлось пить пиво на улице. А так как это пивоварно в Сочи, то это вполне допустимо, потому что жарко. После жары, вечерком, даже, может быть, даже днем, захочется освежиться. Повкуснее пьется с помощью пены, образующейся во рту. Он немножко более мягкий. Следующий марца. Марца все такой же копченый, но слегка немного безликий. То же самое, что из бокала. Вайтенбок. Вайтенбок тоже из бутылки немножко вкуснее, понасыщеннее. С помощью СО2, видимо, как-то вкус разгоняется поинтереснее. Очередная дегустация нового для меня пива завершена. В принципе, очень интересно. Красивые крышечки, красивые дискетки и неплохое пиво. Есть куда расти. На этом всего доброго, до новых встреч, пейте хорошее пиво и пока!